Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти. Колчак был прав? Ну, наверное. Всем привет, меня зовут Сергей Бубович и вы находитесь на канале Метал ТВ. Как я сказал в предыдущем ролике, если я увижу вашу заинтересованность в новых выпусках, то отложу все свои дела, чтобы сделать новое видео для вас. Сейчас я нахожусь за 10 тысяч километров от дома, у меня для съемок с собой только айфон, но многие из вас ждут новый выпуск, поэтому дела подождут. А сегодня я рассмотрю поведение Михалкова на интервью у Юрия Дудя. Один из вопросов, который вызывает определенные стрессовые реакции, связан с водителем, который выезжает за две сплошные полосы. Несмотря на все невербальные реакции на этом вопросе, вопрос безопасности стоит важнее. Возможно, тогда лучше стоит таким водителям продать свой автомобиль и ходить пешком. Продажа автомобиля это дело долгое, но безопасность не может ждать. Если вы чувствуете, что пора и вам нужно быстро и комфортно продать свое авто, то советую вам сервис CarPrice. Просто зайдите на сайт CarPrice, запишитесь в ближайший центр на продажу в удобное время, прийдите на 30-минутную диагностику. Если с машины все будет ок, будет проведен аукцион автомобиля, где за него будут бороться тысячи дилеров. А вы, как владелец, можете следить за ставками и аукционом в уютном офисе за чашечкой кофе или чая. Если предложенная цена вас устроит, вы сразу сможете получить деньги. Если же нет, просто уезжаете, ничего не заплатив. На сайте можно узнать среднюю цену на ваш автомобиль. С CarPrice ваше авто не подешевеет во время продажи, так как она осуществляется за 2 часа, а не долгие месяцы, как на других сайтах продаж. Приятно, что не нужно париться с бумагами, так как всю головную боль на себя берет CarPrice бесплатно. Стоит отметить, что вы контролируете не только аукцион, но и техосмотр. И сервис снимет машину с учета за вас. Также приятным бонусом будет промокод Ментал ТВ. По нему вы получите 5000 рублей к итоговой стоимости вашего авто на аукционе. Сегодня нет ничего дороже, чем время, силы, нервы и безопасность. Поэтому советую CarPrice. Ссылку я добавлю в описании. Начать оценивать поведение Михалкова и как он реагирует на вопросы Дудя стоит внимания на обстоятельства, в которых Михалков находится. Его поведение в различных интервью и телепередачах разительно отличается друг от друга. Например, в телепередаче на НТВ. Где вас только нет в этом смысле. Вот у нас был Солженицын, там у индусов был Гань. Я ведь не претендую. Ни на что причем. А разве я претендую на роль Ванги? Ну мне кажется, что... Когда кажется, надо креститься вообще. Он ведет себя закрыто, резко и жестко. Готов к дебатам и занимает непоколебимую позицию. В программе Урганта... Когда-нибудь вы использовали Оскар не по назначению? Это очень интимный вопрос. ...легко допускает самоиронию, не слишком серьезно относится к себе. На первый взгляд все очевидно. Разные форматы предполагают разное поведение. Но если внимательно присмотреться, то в личности Михалкова можно найти несколько черт, которые постоянно присутствуют в его поведении. На интервью Дудя мы наблюдаем обстоятельства, в которых Дудь – представитель молодого поколения, а Михалков – старшего. Соответственно, их разговор для Михалкова носит характер проблемы отцов и детей, когда старшее поколение отказывается понимать младше, как и наоборот. Очевиден факт, что Михалков заранее ставит себя выше, чем Дудь. Предлагаю определить, насколько сильно беспокоят Михалкова особо острые вопросы Дудя и что он испытывает в этот момент. Как правило, при стрессовой ситуации у человека могут проявляться следующие лимбические реакции – «бей, беги, замри». При физической опасности это может иметь буквальное значение, при психологической – более скрытое, например, через слова или жесты. Если мы будем наблюдать за невербальными сигналами человека, то можем определить тип этой реакции. Если мы сравним поведение Михалкова на других передачах, то увидим, что он ставит себя в превосходящую позицию, обращается к оппонентам на «ты», использует саркастические и почеспонебратские обращения. Когда? Ну, Никита Сергеевич, ну не выражает себя болью, любовь такими словами. Послушай, Дмитрий… Вот это мне нравится. Я могу вас называть Дмитрием? Как скажешь. Ведь это же… Вы представите, что только Никита Сергеевич себе не может позволить. Ты разве не видел, какая работа была сделана, чтобы она не понравилась? Кем? Ну как кем? Ну подумай. Это «Гардиан» сделал так, что они не понравились? Нет, ну, Тарик, ну что вы, родной мой. Наш мисс, он говорил, матрос Михалков, купи себе петуха, морочь ему яйца. А мне надо что-то мне сейчас рассказывать. Нет, не «Гардиан». Но вы опубликовали этот бесстыдный проект. Ну кто же мешает? Ведь для этого есть ли бы… Никто не мешает, просто вы их не примете. Если бы ты знал, сколько я трачу сил, чтобы не дать сейчас тебе в лоб. Подобное поведение с уверенностью можно назвать реакцией борьбы. Реакция борьбы – это агрессивная тактика, которую мозг использует как средство защиты. Оно, как правило, возникает в моменты страха или стресса. В общении данная реакция может быть в виде спора, провокации, ругательств, обвинений, жесткой риторики и тому подобное. Но в интервью Дудя мы видим комбинацию реакций «беги» и «бей», которые возникают на особо острых и стрессовых вопросах для Михалкова. Например, реакция бегства на стрессовых вопросах у него активно проявляется при общении о Путине. Когда вопрос для него неудобен и он не может дать на него уверенный и четкий ответ, он использует долгие паузы, чтобы оттянуть время для продумывания. Лексическое дистанцирование, когда избегает ссылок на свой собственный опыт и без упоминания конкретных лиц. Ну, понимаешь, некорректно, потому что я знаю, что у него есть друзья. Я не с Владимиром Путином, я согласен. Спрашивает мнение Юрия, задавая встречные вопросы. Я аргументирован абсолютно. Ты не согласен с этим? И когда понимает, что не может уйти от ответа, то возникает и реакция борьбы, которая проявляется в нападках, некорректности в вопросах и обвинении в провокациях. Ну, понимаешь, некорректно, потому что ты как себя чувствуешь? А я тебе говорю о том... И часто прибегает к встречным вопросам, используя таким образом манипуляцию, после которой якобы его ответ будет очевиден со слов своего собеседника. Допускаешь возможность того, что человек, узнавая что-то, меняет свою точку зрения, прозревая к чему-то? Или не допускаешь? А, секундочку, а за мной идут? За вами? Да. Ну, конечно. Фильм, пьеса для механического пианино смотрел не только я. За мной идут? Да. И? Да ты все. То, что вопросы у него вызывают стресс и беспокойство, мы можем увидеть по следующим сигналам. Из-за нехватки кислорода в легких глубоко вздыхает. Где? В Подмосковье. Нет. Во рту пересыхает и использует неоднократное глотание за короткий промежуток времени. Нет. Нет, он живет в резиденции, в горках, а я живу на Никольной горе. Ага. Температура тела повышается и становится жарко, вследствие чего возникает жест-манипулятор в поправлении воротника. Кто-то его снимал. Ну, ты мне хочешь сказать слово, чтобы я сказал, виноват? И жесты-адаптеры, которые самоуспокаивают его организм и тело. Я думаю, что в этом разбирайте людей, Юра. Когда я говорил про Ельцина, это... В голосе эмоциональная нестабильность проявляется в скачках интонаций голоса, резким повышением и понижением громкости голоса. Если это так, если это так, я абсолютно аргументированно тогда поддерживал Ельцина, потому что я не знал ничего того, что мы узнали потом. Также при этих ответах мы наблюдаем страх, который скрывается под неискренней улыбкой или смехом. Так как проявление открытого страха у нас не приветствуется, и это означает очевидное замешательство перед людьми. Очень часто люди прибегают к его маскировке, обращаясь к положительным эмоциям. Как правило, это выдает улыбка или смех, которые неуместны в контексте, что мы и наблюдаем с Михалковым. Да, а это, кстати говоря... В вашем лице. Ты как себя чувствуешь? Очень хорошо. Я не уверен, с чего ты взял. Это гениальное. Это абсолютно гениальная система. Многим может показаться, что жест, который находится у лица и рука закрывает рот, может говорить о том, что Михалков лжет, либо что-то скрывает. Да, безусловно, он не полностью откровенен. Но этот жест не является этим прямым сигналом, ведь проявляется и на нейтральных вопросах. Поэтому он может иметь элемент некой закрытости, размышлений, концентрации и ожидания нападения. В этом интервью Юрий Дудь показал очень хорошие навыки коммуникации и уровень скилла, которым должен обладать профессиональный профайлер. Ведь умение задавать правильные вопросы загнали в тупик Михалкова, и в итоге тот выдает те реакции, которые мы наблюдаем. Поэтому уместно будет отметить не только поведение Михалкова, но и то, каким приемом Юрий Дудь воздействовал, чтобы вывести Михалкова из превосходящей позиции. Их взаимодействие можно сравнить с партией шахматы. Давайте рассмотрим это внимательнее. Следует вопрос Дудя. Возникает вопрос. Никита Сергеевич, вы про всех президентов будете говорить вот в такой интонации и с такой лексикой? Даже если, допустим, Ксения Собчак вдруг станет президентом? Нет, ну понимаешь, что... Долгая пауза, долгая формулировка мыслей, почесывание уха, жест-адаптер, неуверенный ответ подбирает формулировку. Ну, разбирайте людей, Юрий. Был в изгоях у Бориса Николаевича за то, что я поддержал Руцкого. В этом моменте очень важна журналистская цепкость Юрия, который не ведется на уходы от вопросов, так как все это не являлось ответом на вопрос Дудя. Дудь снова задает вопрос касательно конформизма Михалкова. Вы сейчас сами сказали, что Ельцин не любил вас за то, что в 93-м году вы поддержали не его. Михалков снова уходит от ответа. Делает вид, что Дудь его запутал. Ельцин, ты совершенно меня запутал. Хотя на самом деле обдумывает свой следующий ход. При этом начинает ответ с нападения. И запутался сам. А почему нельзя было быть ни за Тюганова, ни за Ельцина? В этом моменте Дудь возвращается к контексту своего вопроса по поддержку любимого действующего правителя. Бля! Агрессивный ответ об сцены лексика. Пренебрежительный жест, замешательство, долгая пауза. Продумывание ответа. Ощущается, что при абсолютном спокойствии Юрия Михалков накаляется и почти готов перейти на крик. А почему нельзя было быть ни с тем, ни с другим? Почему нельзя было просто снимать кино? Снова Юрий повторяет прежний вопрос, отсылающий нас к тому основному вопросу, откуда и пошла дискуссия. Далее после вопроса Михалков отвечает пространно и опять не дает четкого утвердительного ответа. Ну это же есть абсолютно разные характеры. Я думаю, что Корней Чуковский, наверное, пропустил бы. Далее, будто снимая предыдущую тему, Дудь задает вопрос про Колчака. Адмирал Колчак для вас герой? Михалков, не задумываясь, дает четкий ответ. Да. Тут же Юрий припоминает знаменитое изречение Колчака. Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти. Колчак был прав? Ну, наверное. И своим ответом Михалков полностью перечеркивает свои пространные и философские ответы на всю предыдущую дискуссию. Таким образом, Дудь постепенно и последовательно загнал Михалкова в тупик, своего рода цукцванг, позицию в шахматах, когда каждый следующий ход соперника ведет к поражению. Переходим к кульминационному моменту. Уловка Дудя. Он задает пространный вопрос. Вы свободный человек? На который Михалков медлит давать ответ, так как не до конца понимает контекст вопроса, идеологический ли он или философский. Ну, как, не знаю, а как ты думаешь? Естественно, переспрашивает мнение о себе у Юрия, а тот утверждает, что Михалков не свободен. Опять же, сразу не давая аргументов. В этот момент у Михалкова происходит его обычное, хотя из-за паузы чуть запоздала реакция, агрессивная. Он провоцирует Дудя ответить на тот же вопрос. А ты свободный человек? Юрий, для которого контекст вопроса понятен, отвечает уверенно и честно. Да. Михалков, все еще не понимающий контекст вопроса, с целью сохранить свою превосходящую позицию, делает агрессивный атакующий ход. Ну, именно потому что ты думаешь про меня, что я не заводил. Оппоненты, на первый взгляд, находятся в положении двух детей, спорящих на тему, кто обзывается, тот сам так и называется. Но Дудь тут же вскрывает контекст свой вопрос и дает ярко окрашенную аргументацию своего пространного вопроса и ставит ею замешкавшегося Михалкову в непривычную для него позицию. Все это интервью до того, как мы говорили про Путина, вы вели себя так, как и должен вести большой русский творец, режиссер. Вы были уверены, вы были фактурные, от вас просто все отлетало, вы перли энергией. И как только мы заговорили про человека в службе, которому вас обвиняют последние 18 лет, в служении которому, вы стали теряться, вы стали заминаться, вы стали дольше формулировать. И вот для меня это немножечко все-таки не про свободу. И когда я вас попросил дважды уж как-нибудь высказать несогласие с ним, вы назвали крайне... Секунду, секунду, и просим ради его. Таким образом, Дудь, как будто отойдя в философскую сторону, на первый взгляд ушел от обсуждения президента, но тут же вернулся к этой теме, тем самым выбив Михалкова из его привычной колеи, так как мы не наблюдаем далее четкого ответа, а только увиливания, рассуждения, дистанцирования и обвинительные нападки. Так Дудь ставит мат. Так нам становится ясно, что реакция борьбы не всегда полезная тактика в коммуникации, и хорошо подкованный оппонент может легко противодействовать тому, кто пользуется подобным приемом. Часто такой прием встречается в общении людей, различных друг к другу по поколениям. И как мы выяснили в начале разбора, обстоятельства интервью таковы, что Михалков и Дудь являются представителями разных поколений, и Михалков, как это обычно бывает, ставит себя в позицию правоты за счет возраста собеседника. Подытожив. Оказавшись перед Владимиром Путиным в следующий раз, что вы ему скажете? Было Дудя? Примечательно, что Михалков не действует как Лимонов. Если Лимонов, подвергшись провокационным вопросам Дудя, закрылся, и в целом было видно, что полностью не принимал серьез Юрия, то Михалков, предварительно снова уйдя от ответа на вопрос про Путина, перевел все в шутку. Знаешь, я тебя хотел спросить, а каким образом ты моим голосом устроил песню в эту самую «В Дудь»? Это ваш голос? Да. Таким образом, можно предположить, что Михалкову приятен Дудь, а его похвала в сторону Бэткомедина также является искренней. Очень талантливый парень. Вы видели рецензии на ваши фильмы? Видно. Что думаете? Он ни хера не понял. Ну, он талантливый. Является ли это целью завоевать интернет-аудиторию, или действительно искренняя поддержка молодых, объективно ответить не удастся. Хотя я слонен думать, что подобная положительная реакция вызвана на почве страха, который возник, когда Михалков неоднократно был пойман на его противоречиях. И чтобы положительно выглядеть в глазах зрителя, пытается разбавить и сгладить возникшее напряжение. А как думаете вы? Вообще то, как ведет себя Дудь в этом интервью, очень профессионально. Даже возникла мысль сделать отдельный выпуск о том, как он умело ведет беседу в процессе интервью, и какие речевые техники использует, чтобы загнать в ловушку гостя, и тому подобное. А как вы думаете, вам было бы такое интересно? Если многие проголосуют за, то чтобы не пропустить этот выпуск, то подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, и установите уведомления о новых видео. А на сегодня у меня все. Меня зовут Сергей Бубович, канал Ментал ТВ. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok